40 новых спектаклей, установка четырех памятников, 242 археологических исследований, 55 юбилейных, 45 государственных мероприятий, участие в международных выставках и конкурсах, проведение Дней культуры стран-партнеров. 2021 год для сферы культуры был насыщенным. Одним из самых долгожданных событий стало открытие исторического музея. Количество постоянных экспонатов выросло с 1600 до 4500 единиц. 295 новых выставочных витрин поставленных в историческом музее. В декабре 2021 года в музее посетили 22,5 тысячи человек. Сумма поступления за этот месяц составила 2 миллиона 123 тысяч сомов. Музеев в этом году станет больше. В Караколе начнется строительство музея Махмуда Кашгари при содействии международной организации ТИКО. А каракольский историко-краеведческий переедет в здание областного управления статистики. Все это в рамках объявления Каракола культурной столице СНГ. Будет ряд международного характера событий происходить. Это музеи СНГ будем собирать в Караколе. Это поэты СНГ будем собирать в Караколе. Писатели СНГ будем собирать в Караколе. Молодежь СНГ будем собирать в Караколе. Фотографов СНГ будем собирать в Караколе. Кроме фотографов, кроме Каракола в этом году планируется минимум 50 знаменитых интернет-блогеров, путешественников привезти в Кыргызстан для того, чтобы ознакомить их с потенциалом, туристическим потенциалом нашей страны, чтобы они могли осветить у себя в каналах про потенциал туризма нашей страны. Поэтому ряд таких мероприятий будет проходить. Большие планы и в сфере библиотек. Будет запущен проект Е-библиотека. Электронная библиотека. Все книгохранилища обеспечат интернет-связью. К слову, сейчас каждый седьмой житель Кыргызстана посещает библиотеки. В 2022 году планируется проведение конкурсов по установлению креативных скульптур в городе Бешкек и крупных городах страны. Хорошие новости и для театралов. На 2022 год запланировано ряд важных мероприятий. Первое – это открытие Кыргызского государственного академического драматического театра имени Тухтового Абдумумунова. После капитального ремонта открывается с премьеры Монастынулу Семетей. Закрытие государственного русского драматического театра на капитальный ремонт. Вы знаете о том, что мы полностью очистили от общепита русский драматический театр. Сегодня он готов полностью к капитальному ремонту. С февраля этого года начинается там капитальный ремонт. Надеемся, что до конца этого года будет завершен. Завершение капитального ремонта Орского государственного академического музыкального драматического театра имени Бабура. С узбекской стороной, вы знаете, мы делаем капитальный ремонт, приблизительная сумма 5 миллионов долларов. В этом году, в июле или в июне этого года, состоится открытие после капитального ремонта. Перед музыкально-драматическими театрами поставлена задача организовать музыкальные премьеры, это их 8. 8 новых музыкальных спектаклей появятся в 2022 году. Всем театрам поручено организовать новые постановки, по крайней мере, минимум 4. Мировая классика, кыргыцкая классика, кыргыцкое произведение, музыкальное произведение и один спектакль, минимум, посвященный детям. Информационной политике тоже стало уделяться повышенное внимание. Так, за несоблюдение закона о государственном языке, вещание пяти телеканалов временно приостановили. В планах поднять заработную плату сотрудникам гостелерадиоорганизаций. Заработная плата государственных телерадиоорганизаций маленькая, также гонорарная сетка тоже очень маленькая. Кроме того, и за озвучку, и за дубляж тоже там есть определенные гонорары. И в этой связи, вот в начале этого года заместитель председателя Кабинета Министров Байсалов Илья Лубавич собирался со всеми гостелерадиоорганизаций. Мне как раз этот был вопрос поднят. И всем известно, как нам уже стало известно, что с апреля ожидается, нам сказали, что повышение заработной платы госорганами. И также вот ближе к лету, либо ближе к осени данный вопрос будет рассмотрен. С молодежной политикой ситуация тоже изменилась. Открыто 10 молодежных центров. Состоялась церемония вручения наград победителям конкурса «Город, тружественный детям и молодежи». С целью заботы и поощрения талантливой молодежи постановлением правительства учреждена государственная молодежная премия имени Ченгиза Эдматова. В этом году намечен конкурс по созданию социальных роликов. Мы думаем, что на этот социальный ролик мы планируем 3 миллиона сомов из третьей молодежи и всех возрастной категории. Также у нас планируется конкурс через социнтернет-связи. Это конкурс среди певцов и среди поэзии, в сфере поэзии и танцев. Вы знаете, среди молодежи у нас есть такие группы современные. Мы планируем импровизировать их фольклорные жанры, импровизировать на современные тоже. Планы есть и по укреплению спортивной сферы. В Аткенской и Нарынской областях будут построены новые подромы. Также планируется внедрить систему тотализатора. Для сборной по женской борьбе будет построено новое здание. Катерина Токамбаева, Турар Анарбеков, Пирамида.